вот что я обещал я все по обрезке яблони старый обрезали ствол посмотрели фото по сути фото а скелетные ветки обязательно брать насколько напомним на треть ирина юрьевна вебинары не пропускаем и вот тут получается так два письма почти одинаково а кстати вот это мне удивило интересные проекты на сахаре не кемера ваше дело обирает оборот мы будем надеяться будем надеяться вот же в холле позвонила это не шутки вот ну дальше она сейчас немножко про обрезку это очень важно вот она пришла такую фонарь берет резать дальше или нет хрен его знает резать или нет смотря на эту коллегу без слез смотреть не могу видите как я ответил у меня три дерева дичо сколько можно веток для трех деревьев привезла лента и так далее да действительно купил у меня восемь лета восемь лета и превысил это не об этом он мне присылает 3 а я обещал я не могу искать обязательно посетили вот это первое дерево у них 3 а он хочет привить они же несъедобные я сказал из трех именно вот это первое годится на перепрививку то есть здесь фантазия я могу привить практически горизонтальной ветки потом по мере роста их можно вот так закреплять его в делать согласны два три четыре пять шесть семь восемь я могу стать на стрелянку и даже вот эти привить врачи то есть это единственное дерево из трех он заказал но мы договорились долго не торговались нет я сам гадал на кого-то на конце вообще понятия не имеет что там у него может не получиться деньги 8 метров 1200 рублей но дело даже не в деньгах надо чтобы здесь хотя бы половина переживать и вот это дерево достаточно молодой вот это я бы перепривил для меня это только утренняя зарядка а вот эти два я бы сказал нет парень а у них три вот это второе смотрите ужас а вот это третье тоже ужас и тогда я сказал можно но потом позже вот здесь он вырастет у него будет 8 сортов если удача гордая на специалисту только специалист привал как можно ближе бы к скелету него здесь вот смотрите вы видите ту ветку пусть я потрачу время это же учеба вот возьмем вот эту ветку у меня есть эта фотография с фильма снимал берет человек женщина и говорит я вас научу привать вот смотрите вот такая видна эти диана берет привать вот тут вот то есть вот тут отрезает и делает прививку я смотрю и думаю вот эта веточка если не привать много моим плодов дала а если привить и она не обломится под урожаем это что три яблока ну 30 а она эта ветка или когда мы бывает как если бы я вот эту ветку перепривил ведь она тут можно под кору пусть толстовата но когда нападет рост извините вот эти надо будет убирать они доминируют вот это а здесь ну как можем привить вот тут вот его и всю страну учить 30 тысяч просмотров и начнут вот тут привать думаю что вот здесь учета вырастет кроме трех яблок одного такое сломает и я эту саму смотрите дальше что делать вот с этим сейчас на этот вопрос отвечу и все тут сожалению нужно кардинальнейшая кардинальнейшая обрезка на омоложение причем резать надо так вот видите скелет вот вот здесь вот вот эту вот здесь вот вот эту вот здесь можно вот эту вот здесь вот этого здесь останется вот такой кургузы кусок вот но беру помощь интернете редко это делаю но не стесняюсь смотрите вот это а ну второе дерево тоже вот так смотрите скелетные ветки отрезается оставляется идет а пятая часть вот так вот так вот так для чего жалеть уже поздно эти привать бесполезно и тогда внимание вот это вот очень удачная схема с интернета видели после этого обрастет вот такими веточками вот и что и приведете но годом позже или вы снова закажите если я буду же у меня черенки или вот эти вот восемь сортов с каждая черенка с этого не экономьте я беру всегда одну-два у меня сильно жирно живу я могу одну-два остальное выкинуть а вы возьмете один попарить почек постарайтесь поливать врачеб можно под коровкой дело совсем толстая но если уж повезет вот тут есть тоненькие но можно все-таки лучше к полировке и 1 2 а у меня ветки за 40 50 сантиметров можете 4 даже 5 экономьте потом когда она обрастет вот так вот этими обрастет у вас на следующий год вы сможете уже брать со свое дерево если а может скажете а у меня 8 сортов мало а давайте константинович еще 8 сортов для этого дерева и 8 сортов для этого дерева это уже дело вкуса аппетита поняли да и так делается вот так что я пишу про молодые про старый дерево нужна кардинально омолажущая обрезка ждать родные побеги затем год спустя будет а вот это я знаете когда это якобы специалисты якобы борются с обучением вот я считаю что эти специалисты я бы не доверил в эту работу почему понимать видно же вот это гигантское количество вертикальных веток селёжка сергей сергей я восхищался вашим этим комментариями тем самым на том самом как называется на той странице или как-то вот на том канале вот ведь 200 процентов права спасибо что я не один воюю теперь ведь стоило ведь наверняка выйти выйти таран я вижу так ведь эту ран эту ран когда они годом раньше сделали обрезку дерево выбросило сотню вертикальных веток а теперь заработаем вот это глупость дикость распространена везде помните эти самые расценки этого тимиральской академии я все время пинаю пинаю потом скажут за железо закрыли все равно толку нет толку нет но можно вернуть то вот советую саму сергея железо отправьте туда через пять лет там будет слышится от россии даже не россия в европе мы увеличили до такой степени представляете явно про семинаре показал две фотографии 1 где савинич с такими абрикосами вот так держит руках да присвоили фотографию не убираю ее лица ничего хочу красиво под играть красиво девушка для чего а потому что в голову не пришло в западную колени на тернополь что кто-то опознает железо с такими абрикосами и савинич с такими абрикосами вот еще дошло вот это есть действительность наш а здесь тимиральская академия нашла девять видов веток я верю что это они это просто мне удачную фотографию посмотрите обрезали 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 вот селевожка на 200 процентов образцов еще 7 а как их убедить так как убедить этого детского который уже который разгадит зачем он здесь то почему с ними то него и нельзя этого делать а то вот они верят что они правы они сослепли что кому нужно вот этот лес а потом ой надо убирать уберут посмотрите человек на старой гнилой яблони он жизнью рискует она сейчас обломится на хрен уже сломает себя шею и это учебная фотография а вот это есть уж ты взялся это все с интернет это учебный подарок если ты взялся делать а малыш и обрезку так ты режь вот так поперек ты зачем эти раны понадел сейчас вот и так он волшки полезет на следующий годах еще будешь рабочий когда делаешь а малыш и обрезку получится какой-то колес волшку вот их то вот их то уважаемый будущий коллега вот вашей старой вот так обрет до полюс вот это и плевать сколько влезет одни будете выщипывать там которая неполноценно может не годятся привык лучше из лучших оставляете и вот эта беда вот это вот беда вот эти вот ложки которые все ненавидят уничтожая множит их число среди сергей привет уничтожая множит это число не понимая ничего смотрят работает саду не видят они не что они изувечили дерево они что его молодили ему нужно было столько веток нельзя было так вот раз не мучаясь часами устраивают это как нужно показательную калечение тот отрезали вот тут видай курсор вот тут это вот тут 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 а потом когда волшки полезут никуда не идет вверх будет меньше несколько раз во вторых вовремя уберете лище остальные перри привет или просто оставить из как скелетной ветки лучше вот из этих вот какой идиот вот так вот делает эту самую малыш и обрезку а ведь я набирал то слова а малыш и обрезки вот это приемлемая схема вот это это приемлемая вот после этого что-то можно вот это очень можно так принять ее посмотрите до справа увесили 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 это не просто так такое количество побега они скоро сделали скелетную скелетную обрезку то есть получили сотни волчков потом схватили за волшку вот это вот когда собака гонится со своих хвостов это такая глупость и вот еще одна глупость я уже заканчиваю ребят я заканчиваю вот видите вот здесь одна отрезок а здесь там по это самый какого дает это как вот тут надо будет вот тут вот это сделали оставили раду из хотя бы 1 было бы вот здесь оставили раду здесь оставили раду здесь составили здесь стали ну вроде бы дерево немножко осветили но ценой ран поперек надо все дорезать вот это вот смотрите один из наших секретов это наши а вдруг я не имею права нет это наша совместная работа а так это все вошло книгу это наш совместная работа с курдивого кто-то из вас наиболее крутые можете прочитать вот посмотреть что такое настоящее творчество что такое тут как как рождалась книга когда один книгу пишет можно обязательно уйти куда-то туда откуда уже не вернешься и ошибок на дело моя фраза ура выйдет священный кто-то понимает вот видите вот так вот рождалась книга вот так чертим покажу это наша кухня это наша кухня это наша кухня вот когда-то эта книга будет еще раз но уже миллионам экземпляра иначе у нас никогда не будет садов вы видели что творят вы видели как куча откалечен все а дальше пошли другие темы а я 16 минут занял последующие это самая раздела все я я считаю свой док выполнил меня почему вот этот мой тон такой почему такой наглый даже где-то какой-то давить давище возинский меня в это вы представляете вот я мерзавец он ничего другого не мог придумать и скорее всего он из тех а время такое бывало редко-редко но бывало вот из тех кто как раз вот этого и учил как уничтожать и он он из них вы не зря третий раз но она больше я уже случайно нахожу комментарии вот при то прислали а он на больше где-то гадит но так получается не с теми кто уничтожает деревья запомните мои последние слова ребята вся моя агротехника это полсотни противоречащих науки практик я уж не буду решать что попытался это все теоретизировать практик полностью противоречит нигде никогда а у меня за мной сотни учеников тысячи этих самых уже дерево по всей россии вот только там уже никто не ничего не калечит благодаря не так нигде никогда не погибло ни одно дерево благодаря моим советам она могла погибнуть потому что посадят так геопатогенную зону я хоть учу определять геопатогенную зону вот единственное слабое место чтобы посадить геопатогенную зону лучший саженец железного сергея лучший саженец этого самого тоторова или там чернобаева и все равно она погибнет геопатогенной зоне это много это 35 процентов это не когда сотни 35 погибает из тысячи 30-50 и нет этому а еще в неких местах и 100 сразу может погибнуть и у меня таких примеров много я же за ней не просто высосал из пальцев и так наше современное садоводство я считаю современная то традиционная которая назвала поливкина уча уничтожать деревья традиционно наши не позволяет уничтожить ни одно дерево не одну ветку понимаете в чем разница вазинский а теперь я закончил